Подобно баскетбольному мячу, тяжелый шар залетает в лузу. Такой, а еще множество других подобных ударов, Дмитрий Староженко, четырехкратный чемпион России по бильярду, показывал СМИ Алтайского края в рамках проекта «Журналист меняет профессию». Поводом для встречи также послужило официальное заявление о возрождении Федерации. Проблемы с этим видом спорта возникли из-за коронавируса. Второй момент. После такого длительного перерыва, полтора-два года, довольно трудно было людям как-то заново начать работать, именно вести школу, найти заново людей и плюс финансовые, конечно, вопросы. Сейчас Федерация активно набирает новых игроков, при том возраст – дело второе, ведь профессионалами в этом виде спорта становятся и люди после 30. Из других плюсов – инвентарь. Нужен лишкий, который новичкам выдают. Цены на него колеблются от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч рублей. «Большинство киев сделаны из африканских видов дерева, потому что они очень плотные, а плотность влияет на качество удара и исполнение». «Часто приходится менять?» «Киев средним служит, если это профессиональный игрок, до пяти лет». Однако закатывать шары можно из самого простого кия. Главное – умение и терпение. Великим математикам быть не нужно, достаточно наработать правильную технику. «Делаем шаг вправо и левый. Сейчас на левую мы как бы ложимся на киеве. Теперь мы ставим мост, как вспоминали. Поднимаем, поднимаем большой палец, чтобы на большом палец было. Вот, целимся». «Какие ощущения после попадания в лузу?» «Да, шок. Я вообще думала, что я даже по шару не попаду. А тут раз и с первого раза я сразу попала». «А вообще раньше в бильярд играли?» «Ну, может быть, когда-то с друзьями где-то ходили, но это больше посмотреть, постоять рядом». В клубе новичков научат играть в русский бильярд. Американского пула здесь нет, потому что в нашей стране он не слишком популярен. «В русском бильярде есть две разновидности игры. Простая и московская пирамиды. В первом случае красный шар используется только для разбоя. А вот в московской пирамиде он биток». Ближайшие соревнования – чемпионат Алтайского края. Он пройдет уже завтра. Организаторы планируют собрать 30-40 человек со всего региона. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.